Всем привет! Вы на канале Иришка Мими и ее миленьких крысожопок вредных. Вреднете, ну кто такая, Рокки? Ты вредный крыс? Вредный крыс не хочет сидеть на ручках, кто? Я его отпускаю. Беги. Сегодня я вам расскажу, мне вообще часто в комментариях спрашивают, что нужно приобрести с покупкой крыс. Первое необходимое. Я там отвечаю, обычно там клетка, т.д. по полочкам, список перечисляю. Сегодня же я вам наглядно покажу, например, вот говорю там клетка, и вместе с вами мы откроем, у меня с собой тут ноутбук. И я открою, покажу там клетки, которые более-менее подходят, парочку, не прям огромную толпу там. Я обязательно оставлю ссылку на магазин, ссылку на данный продукт, и если вас заинтересует, вы можете перейти по этой ссылке. В описании все оставлю. И купить, посмотреть, не обязательно эту клетку, вы можете другие посмотреть, там корм, ну, по списку. Так, я тут себе уже ссылочки приготовила. Я уже себе ссылочки заранее отсмотрела клеточки и себе их оставила. Сейчас я их открою, вместе с вами мы их посмотрим и, в принципе, расскажу, что и как. Так, ну, для начала обязательно, когда вы покупаете крыс, уберите две крысы однополых, чтобы вместе было жить весело, не скучно, потому что, когда крыска одна, то ей грустно жить, она, возможно, раньше может умереть. Потому что, ну, вот представьте, вы живете в квартире один, ни с кем не общаетесь, у вас нет в окружении людей, нет интернета, чтобы общаться, да, а то сейчас мы привыкли в соцсети, все дела нет. У крыс такой роскоши нету. Так, и представьте, закрыли вас в комнате, все, вы один, не с кем пообщаться, и всю жизнь живете. Это же пипец, как грустно и скучно, можно с ума сойти. Так, как крыска, берете пару, им весело они играются, общаются, могут подраться, все может быть. Вот, это обязательно пара. Вторая, второе, конечно же, клетка, чтобы где было жить крысам. Просто мне пишут иногда, вот, я, например, а можно не брать клетку, крыса, например, будет на столе у меня жить, бегать где захочет. Блин, на самом деле можно, но свой уголок у крысы должен быть, ну, вот, как правило, это клетка, там еда, поилочка, место, где она гадит, где ее удобно, и гамак, допустим, ну, ее уютный дом. У вас вот эта комната, у нее клетка, это ее дом, поэтому, ну, без клетки никуда, я считаю. Дальше, ну, идем по списку, так, клетки, показываю вам клетки. Вот такая вот клеточка, смотрите, клетка для грызунов, сразу пишут размеры. Минимальный размер клетки для двух крыс 60-50-60. Ну, вот тут, смотрите, немножечко, конечно, поменьше параметры, но не страшно, на самом деле. Если у вас крыса будет на выгуле, ну, часто, вот как у меня, например, то, в принципе, такая клетка подойдет. Я понимаю, что, видите, внутри там уже всякие полочки, решеточки, все это есть, это очень удобно. Вот, единственное, я не понимаю, вон там сбоку открывается, тоже нормально, в принципе, крысе будет удобно. Стоит такая клетка 4200, считаю, в принципе, это не очень дорого, я считаю, в приемлемая цена. Когда вы приходите в зоомагазин, то такая клетка может стоить 5000 или даже 6, Потому что всегда в зоомагазах, когда ты сам лично приходишь, там цена завышена. Поэтому, ну, я как бы сама заказывала вот эту клетку, которая у нас сейчас у Локи и у Мигеля. Я заказывала цену это, потому что она дешевле. Второй вариант клеточки. Ну, чтобы несколько вам на выбор было удобненько выбрать. Вот вторая. Это уже, конечно, побольше клетка, и цена у нее тоже подороже. Вот, в принципе, фирма та же самая. Вот, смотрите, она просто подлиннее идет. Вот. Очень удобно, мне кажется. И вот размеры. Смотрите сразу. Нужна вам такая клетка, не нужна? Ценник вот тоже сразу пишут 4715. Я считаю, что это, в принципе, неплохой ценник. Ну, давайте, к примеру, третью клеточку откроем, посмотрим. Вот, это больше для девочек, я считаю. Такая клеточка высокая подойдет. Она идет вообще для хорьков, но для крыс, я считаю, вполне тоже подойдет. Потому что девочки любят, как правило, полазить, покарабкаться. Это им нравится. Поэтому такая клетка им выгоднее будет. Ну, получше. Если у вас девочки, крысы, им берите высокую. И ценник, конечно, здесь намного подороже. Потому что, ну, смотрите, размер какой. Она высокая. И цена тут 10 тысяч. Да, почти уже 11 косарей. Но если у вас бюджет позволяет, и вы не жалеете для своих питомцев самое лучшее, то, я думаю, вам тоже это подойдет. Но это уже, прям если вы хотите лакшери, жизнь для своих питомцев. Так, давайте дальше пойдем. С клетками примера я оставлю вот эти ссылочки. Вы можете зайти, посмотреть любые другие на этом сайте. Дальше идем корм. Я покажу те корма, которые я даю своим крысам. Соответственно, их я сюда и вам покажу. И на этом сайте они тоже есть. Открываю корм. Корм, как правило, лучше давать крысам премиум класса. Это вот этот как раз корм Керплюс. Я даю своим крысам. Если вы будете давать только вот этот корм, другую, там дополнительную еду, в принципе, белки, все, жиры тут есть. Вон, видите, там все написано. Если хотите, почитайте, приблизьте. То, короче, в этом корме уже все необходимые витамины. Здесь есть и белок, и мясо, и травки, и муравшки всякие. В принципе, это достаточно. Этот корм есть в трех разных граммовках, но тут показано что-то как-то непонятно. Сколько здесь. То есть, по-моему, да, вот 250 грамм в этом корме 469 рублей. Мне этого корма хватает, ну, я не могу сказать, насколько мне его хватает, потому что у меня несколько кормов. Сейчас у меня три вида. И я их смешиваю, поэтому мне даже больше, чем на месяц хватает. Плюс, конечно же, я там овощи, фрукты даю своим крысам. Так, вот это первый корм. Это прям супер-пупер хороший корм в России. Если у вас бюджет позволяет, обязательно берите своим крысам. Я советую. Ссылочку обязательно оставлю под этим видео. Так, второй корм сейчас открываю. Погнали. Так, Перселла Лага. Это не комплит? Нет, нет. Это вот у меня сейчас тоже такой корм есть. Мои крысы его едят, ну, знаете, не самый вкусный для них корм, я так понимаю. Они его, знаете, вот если ничего нет другого, они его похрумкают. Вот такая спрессованная хрень. Я забыла, как называется, ботва или что это. Гранулированный такой, прям толстенький. И стоит он 405 рублей. Но на самом деле его надолго хватает. Больше, чем на два месяца, потому что пачка почти полная под завяз. Ну и прям плотненький, плотненький. Одной штучки, они там все разного размера поломаны. Ну, крыски хватает надолго. Так что, и в принципе, это хороший корм. Рекомендую, если хотите, то берите, короче, вот. И третий корм. Я, в принципе, всегда их советую, потому что они хорошие. Тоже Верселла Лага комплит. Вот. Фоточка обязательно смотрим. Ну, что, не наводится, ребята. Ну, вы поняли, комплит. Пятьсот один рубль стоит. Тут громовка одна. Пятьсот громовка. И стоит она пятьсот один рубль. Хочу. Чего-то подоржало. Раньше подешевле стоило. Вот. И, ну, мне... Мои крышки там такие... О, смотрите, появилось. Сердечечки. Вы видите? Мясо, ягодки и овощи. Горох там. Вот. Это хороший корм премиум класса. Рекомендую. В принципе, он получается самый дорогой. Ну, пятьсот грамм, хотя нет. Не самый дорогой. Пятьсот грамм, пятьсот один рубль. Я считаю, это вполне достаточно. Премиум. Моя цена для премиум класса корма. Вот. Можете тоже заказать. Я думаю, что ваши крыски вам скажут спасибо. Дальше идем. Помимо кормов и клетки, что нам нужно? Наполнитель, чтобы крыска же куда-то гадила, потому что если вы не будете ничем стелить, то эта вся моча, какашки будут прямо на поддоне. И крыса будет поэтому ходить, и моча будет впитываться в саму крысу, и крыса будет пахнуть. Поэтому обязательно нужно купить наполнитель. Если у вас прям вообще нет денег на наполнитель, можно использовать просто. Берете любое полотенце, которое у вас есть, там, ненужную тряпку, там, футболку, носки, не знаю, в клетку кладете. И крыска писать, это хотя бы впитывается куда-то, чтобы, ну, не просто так на голом поддоне лежало. Наполнитель открываем. Ну, я использую для меня лучше всего бумажный наполнитель. Я его люблю, и именно этот заказываю. Есть разные цвета, на самом деле. Есть зеленый, разноцветный. Но мне больше всего белый нравится. Мне нравится, как это эстетично выглядит в клетке. Как будто белый творожок, все беленькое. Ну, и когда крыска пописала, покакала, сразу видно, что там он загрязнился. Стоит, тут есть 5 литров, есть 10 литров. Берете то, что вам нужно. Вот у меня, кстати, закончился, надо скоро будет заказывать. Это бумажный наполнитель. Дальше, и я тоже у меня есть, но он мне меньше нравится, кукурузный наполнитель. Вот у меня фирма вот такая вот. Чем прикольно, что он пахнет у меня малинкой. Там есть вот такие типа ягодки, не знаю, зернышки малины, и он реально пахнет. И впитывает запах мочи, когда крыса пописала, там может быть фекалий тоже. Ну, это удобно. Но мне, чем он не нравится, тем, что крыска ходит и лапками его везде разносит. Вот у меня по столику, они же у меня выбегают. Вон, видите, какие гранулки маленькие. Вот, и цена за 5 литров, вот, 658 рублей, если кого заинтересовало. Но есть не только эти фирмы, есть разные фирмы. Посмотрите на сайте, может быть, вам какой-то другой понравится. Я показываю то, что я использовала и том, в чем я уверена. Так, вот насчет вот этого наполнителя. Я, честно говоря, ни разу не использовала древесный наполнитель никакой. И поэтому, ну вот, для грызунов, смотрю, тут есть хомячки, значит, подходит. Я взяла, как пример, вот так его. Видите, спрессованные гранулки такие тоже. А для грызунов можно использовать. Ну, по мне, я бы сказала, что, вот. Ну, в принципе, цена почти такая же, 692 рубля. Может быть, чуть подороже, чем кукурузный, конечно же. Вот, можете тоже использовать. Говорят, что когда крыса уже более старая, постарше стала, то рекомендуется использовать вот такой вот наполнитель, чтобы крыса ходила и разминала свои эти лапки. Там кровь циркулировала лучше, потому что крыса менее подвижна, кровь как-то ходит плохо. Поэтому говорят. Думаю, может, к старости переведу их на такой. Дальше, помимо там наполнителя, корма, поилочка. Да, поилки, мисочки, все вот такое. Ну, тоже я сейчас быстренько вам покажу. В принципе, ничего особенного. Ну, у меня есть стеклянная поилка и есть пластмассовая. Чем пластмассовая вредит? Ну, тем, что когда водичка стоит пластмассовой, то есть пластмасса, вот это всякие эти плохие химикаты, выделяют воду, поэтому не рекомендуется. Но я купила стеклянную поилку. Не на этом, кстати, а в самом зоомагазине. Мне она не нравится. Она очень неудобная, тяжелая, плохо держит. Не знаю, короче. Я опять поменяла на пластиковую. В принципе, если вы меняете воду каждый день, то и пластиковая ничем не хуже. Вот. Обычная поилочка такая, недорогая. Ну, в принципе, 300 рублей. Ладно, не знаю. Может, и дешевле можно найти, на самом деле. Не знаю. Но, может, она тут большая слишком. Хрен знает. Ну, вот. Если вам нужно, на этом сайте есть. Дальше погнали. Ну, и мисочку. Так, миски мне нравятся, знаете, не железные какие-то, а более, вот, типа, керамические. Да, вот, керамическая мисочка. Вот, красивая, с арбузиком. В принципе, это удобно. И когда крыса оттуда кушает, она не может подвинуть ее. Потому что она, как правило, более тяжелая для крысы. Вот, смотрите, красивенькая какая. Вот. И стоит, в принципе, 100 рублей за керамическую миску. Я думаю, это вполне нормально. Ну, вы еще можете на Алиэкспрессе посмотреть разные, ну, разные мисочки там. Ну, я вот, по-моему, такую же видела, там, даже дороже стоила на Алиэкспрессе, не знаю. Посмотрите. Дальше. Помимо мисочек, вот этого всего, обязательно, ну, как обязательно. Вот мои крысы, например, не грызут минеральный камень. Но, как правило, его стоит купить. Вы же не знаете, будет ли она его грызть, нет? Вы купили его один раз, повесили в клетку, и висит этот минеральный камень. Так, открываем его. Чтобы, чтобы крыса стачивала зубки. Потому что в дикой природе она постоянно что-то грызет, а дома, ну, ей нечего грызть. Вот я вот такое нашла, минеральный камень. И обязательно, смотрите, для грызунов нужен минеральный камень без соли. Ну, вот. Я не знаю, в этом ли минеральном камне есть соль или нет, но грызуны нарисованы. Навряд ли тут есть соль. Вот 72 рубля, он вообще недорогой. Блин, и там их, смотрите, два штуки идет. Ну, не будет грызть, не страшно. 72 рубля это небольшая сумма. А так, она будет точить зубки. Вы можете также веточки различные купить, но мои не грызут, например. Ну, и так, это уже второе, это уже дополнительное. Чтобы обуютить клетку, я своим крысам лично сама самостоятельно сделала гамак. Если вам нужно, я могу ссылочку оставить в описании, как я сама делала гамак своим крысам. Либо вы можете купить в зоомогосине, чтобы не париться, там у вас куча дел, вам не жалко потратить 500 рублей. Вот, заходите. И гамак, вот, смотрите, какой большой, просторный. Единственный минус, что я считаю, что этот гамак не очень прикольный, то, что он открытый. Мои гамаки не закрыты. Внутрь залазят, им там тепло, хорошо, темно. А вот тут открытый такой гамак за 500 рублей. Ну, как, за 400 рублей я бы не стала его покупать, честно говоря. Но, если ваши крысы любят, почему бы нет? Вот, скажу так, чтобы вы знали. Дальше обязательно нужен домик какой-нибудь, какое-то помещение закрытое, чтобы крыса туда спряталась в любой момент, когда ей страшно, когда ей хочется поспать. Крысы вообще любят темноту. И поэтому, ну, стоит реально купить, либо самим как-то сделать. Ну, я тоже делала кучу домов всяких, вон, из картона, если вам интересно, ссылочка в описании, как я и сама делала. Из картона вы можете купить в зоомагазине какой-то маленький, вот, смотрите. Он прям маленький, мне кажется, для крыс, больше для хомячков подойдет, но я думаю, что можно и поискать побольше. Вот, смотрите, 200-300 рублей почти стоит этот домик, я не знаю. Ну, вот маленькие крыски, я думаю, туда поместятся, хомячки тоже. Но вот большие, не знаю, может, девочки, да, потому что пацаны покрупнее, когда вырастают. Вот, можете тоже приобрести. Но я бы такой ни разу не покупала, потому что я рукодельница, мне самой интересно делать своим крызам что-то. Ну, и что такое, прям гамаки, можете канатики какие-нибудь купить. Я вот в Leroy Merlin покупала такую веревку, как канат, повесила, но они не лазили. Но если ваши крысы любят полазить, покарабкаться, я думаю, это только плюс будет. Потом дальше. Ну, и лакомства, это уже, если вы тренируете крыс, хотите побаловать чем-то, то вот, Little One, мучной червь. Мои крысы его не едят, они просто как будто такие, фу, оно еще так воняет, я помню, покупала, они не стали есть. Вот мучной червь. Ну, своим крысам я больше его не покупаю, но у некоторых прям очень любят. Есть от Little One вообще много разных вкусняшек, там сушеный банан, изюм, травяные подушечки, там очень много вариантов. Ну, на этом сайте, не знаю, я не смотрела, не давала с подробностями, но вообще очень много этих лакомств от Little One. И что еще, к примеру, это палочки такие. Я помню, раньше брала своим крысам такие палочки и грызли. Но сейчас в последнее время, вот, смотрите, от Versalago фирма, вот такие, там в упаковке две штучки. И, в принципе, на целый месяц, ну, смотри, как крыса грызет, ну, мне примерно на месяц одной палочки хватало, вот. И там, по-моему, если не ошибаюсь, три вкуса. Вот это тут овощи, там еще есть какие-то зерна и еще что-то было. Вот тут вот овощи. 201 рубль, представляете, две палочки, ну, две палочки по 100 рублей. Я считаю, это нормальная цена, мне хватает такой палочки на месяц. Хотя мне в ТикТоке писали, что купили такие палочки и крыса за неделю или, там, за пару дней сгрызла эту палку. Ну, может быть, голодная какая-то, не знаю, мои крысы нормально на это себя реагируют, ведут. Ну, все. Вот такое, это самое основное из покупок, что нужно приобрести для крысы. Пара, клетка, корм, наполнители, миски, поилки, гамак. Ну, гамак, смотрите, не все крысы любят гамаки, скажу так. Потому что вот Локи у меня раньше не любил гамак, потому что я тоже вот такой открытый купила, как показала на видео, и он в нем не сидел вообще. А когда я сделала вот такие гамаки, как у меня, синие, ну, внутрь заходить, он в нем просто живет постоянно, ему нравится, ему тепло, ему там уютно, мягенько, вот он в нем спит. Поэтому не знаю. Я думала, что Локи не любит гамаки, а оказалось, он определенный не любит, а какие-то любит. Посмотрите по поведению крыс, может быть, в детстве не любит, а в старости полюбит, я не знаю, как-то так. Так, попробуйте, сделайте, купите в фикс-прайсе полотенчики любые, там дешевые, сами нитками сделали, и все. Если вы еще швею сделали, вообще вам легко будет это все сделать. Сделали, вам не жалко, ну, как пять минут, полчаса, час выделили для этого, и все, и ваша крыса будет благодарна. Ну, если даже не будет сидеть, не страшно. Мне кажется, это лучше, чем тратить 500 рублей на такой гамак. Но если вам не жалко, то, пожалуйста, мне просто жалко на это тратить. Я сама люблю делать. Ну, надеюсь, я вам показала, рассказала, вам было понятненько, удобненько. Сразу оставлю ссылочки в описании на все товары, которые я показала, чтобы вы могли перейти, если вам что-то понравилось, сразу заказать. И вообще, можете помимо этого что-то еще там посмотреть. Может, у вас, допустим, не крысы, а хомячки, и вы хотите что-то про хомячков посмотреть. Но на этом сайте, конечно же, там тоже будут кролики, хомяки, там много всяких разных животных. Так что, думаю, вы найдете что-то свое и воспользуетесь шансом ситуации, не знаю. Ладно, на этом я заканчиваю видео. Обязательно ставьте лайк, колокольчик, чтобы не пропустить следующее мое видео. Ну, и комментарий, если вам что-то есть. Спросите меня. Все, пока.